МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проверка без предупреждения. Украинские продукты будут инспектировать по стандартам ЕС. Что ждет производителей? Верховная Рада разрешила территориальным громадам присоединяться к городам областного значения. Процедуру упростили, и теперь сама громада решает, кому примкнуть. А значит, УТГ может стать частью крупного города. Однако после этого громады лишаются местных органов власти, к примеру, поселковых советов. За этот документ нардепы проголосовали вчера, а сегодня занимались политикой и больше кадровой. Профильный комитет парламента поддержал постановление, в котором рекомендовал к обмину уволить его министра здравоохранения. Ульяна Супрун прокомментировала это решение только сегодня. Что же сказала? Какие планы у нардепов и кто сегодня пришел в Раду с отчетом? Об этом далее в материале. В Верховной Раде среда, как правило, не день голосования. И сегодня депутаты были в ожидании полудня. Тогда под купол должны пожаловать ключевые борцы с коррупцией. Главы НАБУ и САП. Парламент ждет их отчета. Пока нет ни Сутника, ни Холодницкого. Обсуждают еще одну возможную отставку. И у министра здравоохранения. Сама Супрун в здании напротив, в Кабмине, сироня и комментирует вчерашнее решение нардепов из профильного комитета и уверяют, что с должностью прощаться не намерено. Наша команда смотрит, что это лучшая реклама, что наша реформа идет в правильную сторону. И я хочу подякувать всем, сотни людей, которые мне написали поведомления, поддержки, народные депутаты, министры. Премьер-министр мне даже и подзвонил. Я думаю, что это такая вещь, которая не будет развиваться очень быстро. Я остаюсь на посадке. На постановление ее отставки вчера принял профильный комитет парламента. Теперь дело за руководством Верховной Рады. После того, как эта постановка прошла и имеет решение комитета за охрану здоровья, соответственно регламенту, это и предстоит, чтобы ей было внесено в порядок день в зал Верховной Рады Украины. Теперь зависит от главы парламенту поставить это в зал на голосование. Далее уже народные депутаты должны голосовать, как за любой законопроект. Мы считаем, что сильнейшей ситуации в медицине, чем сегодня, не было еще никогда. И поэтому наша позиция, что этот руководитель должен быть отставлен. Это была наша постанова. Если уже есть решение комитета, то с лишним правильной большинства, которые, власно говоря, и держат руководителя на посаде, уже нет выхода. Они должны быть внести в зал эту постановку. Правда, отправить Супрун в отставку не в полномочиях парламента Рада может максимум рекомендовать Кабмину это сделать, поскольку она не министр. Ульяна Супрун находится в статусе министра, поэтому она не является участником норм Конституции и законодательства, которые касаются именно членов Кабмета Министров, как министров. Поэтому по ней будет абсолютно обычная, как по заступнику. Супрун не можно отправить в отставку. Вона перший заступник, призначенный урядом ВО. Фракция поддерживает призначение министра. Кто будет этим министром? Есть всего два варианта. Або премьер-министр внесет пропозицию коалиции, або он сам имеет право, согласно Конституции, внести свои в пропозицию для коалиции и для расследования. Если он внесет Ульяну Супрун, фракция будет назначаться голосованием в середине фракции. Я уверен, что это вопрос будет непростым. Очевидно, фракция поделится. Звольнение должно происходить в Кабмете. Мы, как парламент, тут ничего сделать не можем, потому что мы эту посаду, конкретную человеку, не призначали на эту посаду. И я считаю, что это вопрос, таким чином, мое быть решено в уряде. Причем нужно сделать детальный расследование всех тех материалов, которые есть, стосовно закупки леков, стосовно ситуации с сельской медициной, с закрытым ФАПом и так далее. Пані Супрун порушивает Конституцию Украины, которая защищает подвойное гражданство, а в ней есть несколько паспортей. И она, получив украинское гражданство, не вышла из иноземного гражданства. И ключевое. Действительность пані Супрун привела до того, что Украина поседает первые места в мире эпидемия туберкульоза, эпидемия сніду, сердцево-судинные захворювания, онкологичные захворювания. В этом году 9 тысяч украинцев захворили корею и нет вакцины, чтобы человека полікувать. В третьем тысячелетии. Точно так же, как на отставку Супрун, нардепы никак не могут повлиять и на карьеру главы САП Назара Холодницкого. Все, что могут сделать нардепы, это заслушать их отчет, задать вопросы и понять, кто в чем и кого обвиняет. Все антикоррупционные органы, которые были созданы, которые должны были бороться с коррупцией, с первого дня начали бороться один с одним. У меня есть побои, что православная большинство, кто на сегодняшний день боится завершения криминальных проведений НАБУ, используют эту ситуацию для дискредитации обоих правоохранительных органов и для того, чтобы обоих двоих руководителей можно отправить в отставку. Поэтому наше задание сегодня – уважно их выслухать и защитить их органы как институции. В парламенте Холодницкого и Сытника ждали еще с декабря прошлого года. Тогда они не смогли прийти из-за командировки в США. На этот раз в 12.30 оба появились под куполом. Правда, сегодня сессионный зал был полупустой. Аквариумный скандал и рыбьи пленки. Что рассказали об этом руководители антикоррупционной прокуратуры и НАБУ в парламенте? За что оправдывались и кому из нардепов пригрозили? Аргументы слушала Елена Зорина. Пришли вместе, сидят рядом, но даже не смотрят друг на друга. Отчитываются тоже порознь. Первым выступает руководитель САП Назар Холодницкий. Несмотря на отведенные, 10 минут очень лаконичен. Депутаты спешат с вопросами. Прежде всего интересуются аквариумным скандалом и записями, фрагменты которых НАБУ опубликовала накануне. В них обсуждается возможность ухода от ответственности и обысков. Говорят известные люди, звучат громкие имена. Министры, мэры, застройщики и даже один из нардепов. Чи подтверждаете вы взмест тих поведомлений, которые были оприлюднены вчера в ночи? Кого вы видите наступником на вашем месте после того, как расследование может достигнуть своего завершения? Наступником я вижу вас. Я был против, что какая-то аналитическая доведка заменила проведение по вашей квартире за 350 тысяч долларов. Это проведение зарегистровано. Я чекаю от органов следствия, чем оно закончится. Анализ доходов и выдатков не позволяет вам придбать квартиру в центре Киева. Говорите о пресловутых пленках. Те, что было оприлюднено, хорошая игра на публику. Нариска всех слов. Я хочу увидеть весь запис. И все испростувания этих нарисок и полный текст будет надано квалификацией в дипломатической комиссии прокурора. С трибуны и в кулуарах оправдывается и якобы один из фигурантов записи и утверждает слова, вырванные из контекста. У нас был обычный разговор. Когда идет фраза, то, что я сейчас слышал, там же о том, что, говорит, я всю справу не закрою, да, справа, это идет об обращении правозащитников, не мое. Выступление руководителя НАБУ больше похоже на отчет. Больше ста криминальных проважений в суде, в том числе, относительно окременных людей, которые сидят в своем зале. Мы аудиту не боимся. И мы готовы до будь-якого аудиту, и мы готовы ответить за ту работу, которая сделана за последние два года. Не забыл руководитель НАБУ и о коллеге, антикоррупционном прокуроре, дескать, в этой истории нет ничего личного. Никакого конфликта между антикоррупционным бюро и специализованной антикоррупционной прокуратурой нет. И сколько это можно... Есть, есть определенное криминальное проважение, есть определенные материалы. Депутаты выступлением главных борцов с коррупцией остались недовольны и в критике себя не сдерживали. Мы думали, что выйдет антикоррупционный прокурор, скажет, посадленный, цей министр, повернуты миллиарды гривен в государственный бюджет. Но не так стало, как говорилось. Специализованному антикоррупционному прокурору, кроме зарплаты, которую украинцы дали, 200 тысяч гривен на месяц, ни будильникам, ни шахтарям, ни вчителям, ни лекарям. Как вы использовали себя этой доверой украинцев? Вы их обманули. Вы их обманули. И это доказательство того, что высокие зарплаты не панацея от коррупции. Панацея от коррупции – это, в первую очередь, совесть и ответственность перед людьми, которые тебе доверяют. И выяснил у меня не втяжный. Мы услышали про сотни тысяч зарплат и премий, а реальных миллиардных коррупционеров, которые сидят за гратами, нет. Потом в судах оно все разваливается. Прошу зараз враховать всех депутатов всю ситуацию. Можливо, нужно поднимать вопросы отставки директора НАБУ. Но об отставке речь даже не шла. Некомпетенции этого парламента послушались, тем и разошлись. Руководители САП и НАБУ покинули зал порознь, даже не пожав руку. Елена Зурина, Екатерина Лысенко, Иван Ермаков и Владимир Самченко. Подробности – телеканал «Интер». Проголосовать за отмену Е-декларации для активистов-антикоррупционеров призвал депутатов премьер Владимир Гройсман. Сегодня на заседании правительства он отметил, что это положение не соответствует европейским ценностям, и его следует отменить. О чем еще говорили в Кабмине, знает Ольга Теребинская. Один миллиард гривен выделил Кабинет Министров на оснащение начальных школ. Уже с 1 сентября украинские первоклассники пойдут в принципиально новую школу, заявили в правительстве. Классы оборудуют современной модульной мебелью, которую можно будет трансформировать под нужды образовательного процесса. Также в школах появится новое мультимедийное оборудование, а учебники постепенно перейдут в электронный формат. Пример подчеркнул, что Кабмин определил стандарты и финансирование. Дальше ответственность ложится на местную власть. Все лучше нужно отдать детям. И если кто-то будет инвестировать наши деньги в то, чтобы отдать детям старые решения, ну, по-перше, я этого не допущу. По-друге, я думаю, что таким умникам мы передаем эти старые мебли в рахунок заработной платы. Ну, а про что мы можем идти? Каким причином можно детей избавить возможности стати больше успешными? Ну, так и будем выдавать им заработную плату меблями цими. А детям все равно купим его все наикраще. Правительство также одобрило передачу фермерам 500 тысяч гектаров земли. Сейчас эти территории находятся в постоянном пользовании и не могут передаваться по наследству. В соответствии с новым законопроектом 23 тысячи украинских фермеров, которые работают на этой земле, получат на нее право собственности. Мы вносим сейчас законопроект, надзвучайно важливый, и восстановим социальную справедливость по отношению к украинским фермерам, тех, кто своего времени начали серьезную работу по створению и фермерского руха, и качественной украинской продукции. Мы принимаем этот законопроект делаем решительный кровь до восстановления справедливости. И этим законам пропускается передать такую землю, которая была еще в 90-е годы отримана в постоянном пользовании, передать фермерам, або их спадкоемцам в властность. В Кабмине намерены просить нардепов поддержать документ и восстановить справедливость. Ольга Теребинская, Сергей Ведмить, подробности, телеканал Интер. Бойкот медреформы. Во Львове семейные врачи пока не будут подписывать декларации с пациентами. Такое решение принял городской департамент здравоохранения. Почему? Выясняла Галина Якушко. Я ничего не саботую. Куда спеши? У нас что, киносвиток начался? Министерские реформы департаменту здравоохранения Львовского горсовета нипочем. Здесь решили подождать. Ни больницы, ни больных в электронную систему вносить пока не будут. Нема официального юридичного документа, який регламентуя деятельность цієї платформи, цього функционалу. Вот и все. Тобто, в мене сьогодні нема, у керівника, який несе відповідальність за прийнятое решение документа, який регламентує і визначає законність цього процесу, і в мене нема жодних гарантій, як і у вас, зрештою, про те, що ваше персональне дані, персональне дані мешканців України були збережені. Четвертая коммунальна полікліника Львова. Единственная в городі, зарегистрирована в електронной системі. Но попасть сюди на прийом к врачу все еще можна по старинке, взяв талончик в регістратурі. Семейний врач Ірина Соколовська регистрирує пациента в обычной тетрадці. В списці вже около полутора тисячі пацієнтів. Говорить, хакерам її інформацію не заполучить. Прикидаємо, скільки в нас буде населення. Люди приходять, ми зарегиструємо. Сім'я така, то скільки тут чоловік. Беремо контактні телефони. Беремо контактні телефони. Просто відсюди накидай. Покажіть, я вас готові до прийому пацієнтів по декларації. Підемте в кабінет. Підемо. Заносити всю інформацію о пацієнтах в електронну систему врачи готовы. В кабінеті провели інтернет і закупили техніку. Сделали електронні підписи. Ждуть тільки указаний сверху. У нас дуже багато пацієнтів вже приходить і вже, ну, вже, якби, чекають так само ці реформи і лікарі, що буде електронний документ, набагато буде простіше. Покажуть все по старинці. Талон на прийом к врачу і огромні очереди в коридорах. Коли семейні врачи почнуть подписувати декларації з пацієнтами, в департаменті здравоохороня пока не знають. Говорять, це стане известно після юридичних консультцій. Галина Якушко, Юрий Голубинко. Подробності телеканал «Интерлевов». Выбор без выбора. В Черкасской области жителей 17 сел медреформа поставила перед нелегкой задачей выбирать себе семейных врачей только из двух специалистов. Почему так вышло? Выяснял Станислав Кухарчук. Маленькое село Копиеватое год назад стало частью одной большой территориальной громады из 17 населенных пунктов с центром в соседних Степанцах. О реформах жители Копиеватое не только слышали, но и активно принимают в них участие. Лариса Родомская листает местную газету. Накануне в ней напечатали перечень семейных врачей. Женщина для себя уже давно решила, с кем будет подписывать договор. Два врача из Степанцевской амбулатории разрываются между пациентами из 17 сел. Утром прием в кабинете, после обеда поход по вызовам. Не найдите никаких друзей, как я не буду артема. Третьяка Зинаида и Лосия. Семейный врач Леси Трофимчук собирается на обход. В том, что наберет необходимое количество пациентов, не сомневается. Сейчас на двоих с коллегой у них 5,5 тысяч человек, а это почти в два раза больше допустимой нормы. В перечень медиков, с которыми жители сел объединенной громады могут подписывать договоры, районная больница внесла и 17 своих семейных врачей. Но в отдаленных селах медицина от этого доступнее не станет, уверен глава громады. От Канева до Копиеватова 25 километров. И врач из райцентра туда не наездится. В Каневском центре медико-санитарной помощи острые проблемы с нехваткой врачей в объединенных громадах пока не видят. Говорят, будут думать о расширении штата семейных докторов после подписания договоров. Значит, будем говорить с громадой, чтобы обеспечивали житлом. У нас есть специалисты на данный час, которые могли бы поехать, если будут обеспечены житлом. В Степанцевской громаде уже готовы и жилье молодым врачам дать, и даже надбавки к зарплате и своего бюджета выплачивать. А вот жители Копиеватова пока мечтают хотя бы фельдшера в село вернуть. В феврале она уволилась из-за низкой зарплаты. Теперь, чтобы измерить давление, людям приходится ездить за 8 километров. Степанцы. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко, подробности, телеканал Интер, Черкасская область. Под шумок медреформы местной власти и некоторые главврачи уже пытаются превратить государственные больницы в свои собственные. Какие схемы применяют и как остановить произвол, разбирался Александр Васильченко. Именно в таких условиях уже более 20 лет приходится работать, рассказывает хирург Роман Чернецкий. В предоперационной ситуация не лучше. А это новое гинекологическое отделение Киево-Святошинской больницы в Боярке. Комфортные условия, европейский подход, более качественное обслуживание. Ремонт сделали за бюджетные деньги. Возглавило отделение супруга главврача Боярской райбольницы. Сегодня мы почули наказ, который гласит про то, что с 1-го четвертого уже есть объединенное гинекологическое отделение и выполняющий обовязки Яремчук Наталья Васильевна. Такое назначение возмутило пациентов больницы. Сегодня они собрались на митинг, чтобы поддержать Чернецкого. Утверждают, хирург делает операции бесплатно. В новом отделении без денег не лечат. Мне сказали, что там требуется заплатить за операцию 25 тысяч. А у меня таких денег не было. Причиной кадровых перестановок, заявляет нардеп Рина Сысоенко, послужило недобросовестное использование ее депутатского запроса. Год назад парламентарий потребовала провести проверку в медзаведении, но об увольнении сотрудников речь не шла. Главврач утверждает, Чернецкого еще не уволили, а к назначению своей супруги никакого отношения якобы не имеет. В отделе кадров неподпорядкованными и мои наказы кадров Ну, это же ваше решение. Вы же главный лекарь. Не маю до юридичных сил. Я не могу сам признать. Вы призначали вашу дружину заведующего в отделении? Я не призначаю персонально никого. Позже Александр Заводецкий начал путаться в своих же словах. Конфликт интересов, я вам сказал. Тут все призначены мною. Конфликт интересов. Все призначены мною. У вас только одна дружина. Все призначены мною. Все, все. Практично все призначены мною. Но дружина у вас только одна. Конфликт интересов. Так вот, я вам еще раз расскажу. И каждая могла стать моей дружиной. Ну, так сталося, что стало. По словам Ирины Сысоенко, Заводецкий при поддержке районных властей создал коррупционную схему в медзаведении. Просто они решили сделать свою приватную клинику в гинекологическом отделении районной центральной лекарни и просто коммерциализовать и приватизовать все процессы, которые отбиваются в этом медицинском закладе за кошки платных их податков. Парламентарий намеренно добиваться снятия с должности фигурантов этого дела. Александр Васильченко, Олег Неведомский. Подробности телеканал Интер. Более чем 100 тысячам военных пенсионеров пересчитали выплаты. Согласно постановлению Кабмина, ветеранам добавили до 1500 гривен. Но бывшие военные со стажем не менее 30 лет недовольны. Об этом сегодня говорили на заседании парламентского комитета по вопросам соцполитики. И у главы комитета Сергей Каплин призвал правительство пересмотреть свое решение и добавить пенсионерам, силовикам, больше, чем полторы тысячи. За счет увеличения единого соцвзноса для тех, кто получает свыше 50 тысяч гривен официальной зарплаты. Мы не работали в соответствующий законопроект. Киев готов выдать в Москве 23 россиян, осужденных в Украине в обмен на наших политзаключенных. А потом сообщила представитель Украины в трехсторонней контактной группе Ирина Герасченко по итогам заседания в Минске. По ее словам, теперь украинская делегация ожидает от России ответа на это предложение. Говорили также о ежедневном нарушении пасхального перемирия боевиками. Сегодня, например, они открывали огонь уже 18 раз. С подробностями наш военкор Игорь Левенок. Широкино. Какое тут перемирие, слышно даже за несколько километров. Враг почти круглосуточно поливает огнем позиции наших морпехов. Бьют из гранатометов, забрасывают минами. А стрелковые бои в этой местности – обыденное явление. Под прикрытием пулеметов работают вражеские снайперы. Да, снайперам лучше отсюда уйти, прострелы идут. Вот сейчас мы слышим отчетливо звуки боя. Стрельба стрелкового оружия. Ну и какие-то разрывы. Некогда курортный поселок превратился в сплошные руины. Нет ни одного мирного жителя. Более трех лет здесь идет настоящая война. Стрельба ночная, дневная. Часто слышим работу снайперов отдельно. Ночные прилеты, начиная от АГСа и выше. Было пару прилетов 120-х. Бьют частенько по нам. Направляемся на одну из позиций морских пехотинцев за селом. Дорогу простреливает враг. Впереди я иду, сзади по одному. Если стрельба на пол, легли – не вставайте. Все остальное сам сделаем. Бойцы говорят, это уже даже не край нашей обороны, а немного за ним. Заброшенное здание посреди поля морпехи превратили в мини-крепость. Уже что-то сюда только не прилетало, а дом все равно стоит. Часть разрушена, но дом строили на славу, не жалели стройматериалы. Морпехи советуют, как можно быстрее зайти внутрь здания. А что это такие важкие? Это из миномета приходит. Это 80-х. Окупанты не унимаются. Морпехи говорят, на той стороне появилась новая группа иностранных снайперов. По рации они угрожают убивать каждый день одного украинца. Скорее всего, как сербы, как обычно бывает, как сафари устраивают. Скучно людям. Но ничего страшного. Единственный вопрос меня интересует, где мы всех здесь хоронить будем. Игорь Левенок, Вадим Ревун, Анатолий Воробей из Приазовья. Подробности телеканал Интер. Качество украинских продуктов будут проверять по новым стандартам. Соответствующий закон вступил в силу сегодня. Его авторы уверяли, теперь инспектировать предпринимателей будут почти как в ЕС, поскольку в разработке документа принимали участие специалисты из Еврокомиссии. Так ли это проверила наш европейский СОПКОР Елена Абрамович? Одна жалоба от потребителя и госслужба по безопасности продуктов отныне имеет право прибыть. На предприятии с инспекцией без предупреждения. А чтобы исключить взяточницу, новый закон позволяет снимать проверку на видео. Как инспекторам, так и владельцам. Спонтанный контроль – дело привычное и в ЕС. И чем больше степень риска предприятия, тем чаще проверки. Задача власти – мониторить, в правовом ли поле работают компании. И если есть необходимость, обеспечивать соблюдение правил. За нарушение стандартов предусмотрены штрафы. В Украине – до 70 тысяч гривен. В ЕС они зависят как от внутренних законов государств, так и от общеевропейских. Евросоюз ввел целую систему законов контроля, инспекции и стимуляции, чтобы убедиться, что весь путь, начиная от фермы и заканчивая попаданием продукта на тарелку, соответствует стандартам. Если же проверка показывает, что стандарты не соблюдены и есть угроза для жизни и здоровья человека, инспектор имеет право остановить работу предприятия на 10 дней, гласит новый украинский закон. Это обычная практика и для Евросоюза. Например, прошлым летом инспекция обнаружила в куриных яйцах фипронил – средство от Блох. Как результат, на период расследования закрыли несколько ферм в Бельгии и Нидерландах, а из магазинов этих и соседних стран изъяли и уничтожили миллионы яиц. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности. Европейское бюро телеканала «Интер». Защити себя сам. В Кировоградской области фермери решили создать отряды самообороны. Говорят, в последнее время их буквально терроризируют бандиты всех мастей, а полиция ничем помочь не может. О своих проблемах аграрии рассказали нашим корреспондентам. Бобринец – небольшой городок Кировоградской области. Именно здесь прошлой ночью был совершен налет на дом фермера. Шестеро молодчиков пробрались во двор, когда хозяева уже спали. Начинают нам связывать руки. Связались с начала руки, потом сповзли до низу, связывали ноги скотчем, перевернули нас на живот и начали бить. Пожилую женщину и ее мужа жестоко избивали почти три часа. Досталось и 20-летнему внуку, который остался здесь в ту ночь. Вот тут все, его резали, все пятна крови были. Это все, дитина тут лежала, они его убивали. Налетчики требовали деньги. Накануне нападения фермер продал часть урожая, бандиты об этом знали. Но аграрию заплатили по безналу. Поняв, что поживиться не удастся, молодчики разгромили дом. Сейчас предприниматель в тяжелом состоянии в реанимации. Госпитализирован и внук. С начала криминального проведения за фактом совершения разбора относительно этих жителей. Сейчас проводится следствие. Официальная подозра пока никому не сообщена. Жесткое нападение всколыхнуло весь район. Более полусотни фермеров сегодня пришли к руководству полиции с требованием найти налетчиков. Сегодняшние сборы подтвердили великую, я бы сказал, мягко кажучи, стурбованность аграриев. Ситуацию, которая склалась в державе и саме криминогенную относительно защиты прав, свободы и финансов аграрии в Украине. Но в то, что полиция найдет налетчиков, фермеры мало верят. Поэтому хотят создать отряды самообороны. Раньше были неприятные случаи у нас, но такого, как сейчас, нет. Мне надо лягти в лекарню. Я не могу лягти в ней, потому что я боюсь оставить дружину саму дома. Вы понимаете? Нас полиция уверяет, ни отряды самообороны, ни оружие не помогут и советуют устанавливать сигнализацию. В данном случае мы видим, что у потерпелых была в доме оружие, но использовать ее особо не встегло. Из предыдущих случаев мы можем сказать, что это, естественно, гастролеры, которые, скажем, раптально появляются в области, так же пытаются втекать. С начала года это уже второе разбойное нападение на фермеров в области. В прошлом году счет шел на десятки, говорят, аграрии. И лишь несколько случаев были раскрыты. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности, телеканал Интер, Кировоградская область. Город без маршруток. В Тернополе решили полностью отказаться от них. Планируют заменить экологичными автобусами с большей вместимостью. Когда новый транспорт появится на дорогах, узнавали наши корреспонденты. Желтые маленькие бусы, забитые людьми до отказа. Уже который год они обслуживают практически все маршруты в Тернополе. Пассажиры качеством услуг крайне недовольны. Идут быстро, места мало, людей много, все брудно. Эти убитые маршрутки могут исчезнуть из городских улиц. Городские власти хотят заменить их более современными бусами. Паризинг работает не на пассажира, а на собственное обогащение. Чи водя, чи на обогащение собственника автобуса. Потому что маршрутки сегодня не соответствуют техническим вымогам, которые ставят люди. Они есть в неприглядном состоянии. Мы всегда слышим криканье, что за низкий тариф нужно поднимать тариф. Чиновники подсчитали, чтобы полностью заменить маршрутки, им нужно купить более сотни автобусов. Обойдется это более чем в 100 миллионов гривен. Но из городского бюджета деньги брать не будут. Кошты получатся в банку для покупки транспорта в лизинг. И какие будут в дальнейшем, кошты за полученный кредит будут выплачивать с полученной выручки. Для начала планируют купить 50 автобусов. Все будут работать на газу. Это не только удешевит эксплуатацию, говорят чиновники, но и снизит вредные выбросы в атмосферу. Горожане такой инициативе рады. Когда будет транспорт коммунальный, то, соответственно, и ставление будет людское. Реформа транспортной системы в Тернополе идет давно. В прошлом году ввели так называемый электронный билет. Вместо денег пассажиры теперь рассчитываются специальной карточкой. Сейчас в всех транспортных средств установлены валидаторы. Они позволяют вести облик пассажиропотока, позволяют рассчитываться за проезд, за помощью транспортных карточек, банковских карточек, а также польговикам фиксировать свои права на бесплатный проезд. Частные перевозчики восприняли такие нововведения со скрипом. И даже пытаются заставить чиновников их отменить, организовав в январе забастовку. Но больше манипулировать они не смогут, заявляют в мэрии. После того, как маршрутки заменят на новые автобусы, весь транспорт в городе станет коммунальным. И управлять им будет единственная компания. При создании этой транспортной компании будет ряд переваг. А именно, это взаимозаминность транспортных средств на маршрутах, что сегодня неможливо сделать, если это разные перевозчики. Другое, это то, что будет абсолютная прозорость доходной и расходной части и, соответственно, сплата податков в разные уровни бюджета. И также качество послуг однозначно покращается. Первые большие автобусы на дорогах Тернополя могут появиться уже весной. Жанна Дучак, Зиновия Автоназ, подробности, телеканал Интер. На украинских трассах в кратчайшие сроки нужно навести порядок с перемещением грузов и контролем веса фур. Напомним, в понедельник премьер-министр Владимир Гройсман поручил главе Укртрансбезопасности Михаилу Нонику разобраться с этим как можно скорее. Поставленную задачу в ведомстве обсуждали сегодня с руководителями региональных подразделений. Ви что, расслабилися протягом двух лет? Якщо расслабилися заяви на стиле и до побачення? Ви повинні показати ефективную работу. Якщо работы эффективно и не будет, то мы будем принимать кадровые решения. Доручения нам надали в найкоротший термин розгорнути по всей країне эффективную систему контроля. В каждой области те комплексы, які є, повинні эффективно працювати. Черновицкая область занимает одно из лидирующих мест в Україні по количеству монастырей. Только действующих 16. Самый известный Свято-Вознесенский мужской монастырь под Черновцами. Почти 20 лет назад здесь создали детский дом. Кто накануне Пасхи приехал поздравить детей, об этом дали в материале. Празднику Пасхи в этом детском приюте при Свято-Вознесенском банческом монастыре готовятся заранее. Малыши красят пасхальные яйца, взрослые помогают печь куличи. Мы очень любим Светлое Христово Воскресенье, потому мы всегда ждем очень этот праздник. Готовим сладкое, готовим корзины всегда, новые вещи у нас всегда на Пасху. Сколько уже испекли и украсили праздничных куличей, не сосчитать. Старались, чтобы хватило на всю большую семью. Ведь в приюте живут сотни ребят. Первых настоятель монастыря привел еще 20 лет назад. С тех пор здесь шумно и многолюдно. Всего я могу сказать, что у нас 410 детей. Но есть многие, которые уже женились, замуж повыходили. Мы строим квартиры в Черновцах, 250 квартир на улице Русской. Для наших детей, которые женятся, идут уже свою семью и туда жить. Дети в приюте разные. Есть из неблагополучных семей, есть даже вилл инфицированные. Но для всех доброе слово и забота. В приют часто приезжают гости, привозят подарки. Особенно в канун праздников. Все знакомые лица. Здрасте. Лидеры оппозиционного блока Юрия Бойко знают здесь все. Народный депутат часто бывает в приюте. Поддерживает едва ли не с момента основания. Сегодня приехал поздравить детей с праздником. Здрасте. Здрасте. Доброе девчим с праздником. Дядя Талонских. С наступающим. Доброго, здоровья. Слушайте, какие молодцы. Вот так вы все руки сами, да? Да. Сами все руки, да. Народный депутат приехал не с пустыми руками. Привез подарки. Мы сегодня восстали как родному вальку. Того, что вы для нас так стали, уже вечно с пироги. И в этот день мы нас не бросили. И эти детей стали для вас самыми родными. Мы как видим, что ваша душа болеет за всю нашу жару, за всю Украину. Чужие детей не бывают. Чужие детей не бывают. Они все наши. Дети наперебой хвастались Юрию Бойко своими успехами в учебе. Рассказывали о жизни в приюте. И просили приехать еще. Я приехал до своих давних друзей. И я вражен, что у них такие умения. Они все могут. Они заработали чудовую Пасху. Я хочу им побажать счастья, здоровья. Чтобы они выросли добрыми, здоровыми людьми. Чтобы в Украине был мир. Чтобы они не знали, что такое война. Чтобы они могли свои семьи. И могли вырочить таких детей, таких же, как они сами. И стало все доброе у них в моем будущем. На прощание воспитанники приюта подарили народному депутату куличи, которые накануне испекли сами. Андрей Кровец, Константин Редин. Подробности телеканал Интер. Черновецкая область. Зачем ученые создали робота-таракана? И чем удивила поклонников известная рок-группа? Об этом и не только в нашем обзоре. В США потерпел крушение крупнейший военный вертолет. Он разбился во время тренировочного полета в штате Калифорния. В нескольких милях от границы с Мексикой. Все четыре члена экипажа, находившиеся на борту, погибли. Причина крушения пока неизвестна. В центре Барселоны загорелась гостиница. По словам очевидцев, возгорание произошло на крыше. Верхние этажи охвачены пламенем. Клубами валит черный дым. О пострадавших мне сообщается. На месте работают экстренные службы. Красиво и опасно. На французском острове Рейюньон произошло извержение вулкана. Питон де ла Фурнайс считается одним из самых активных вулканов в мире. Свидетели, запечатлившие зрелища из самолета, сообщили. После извержения образовались оползни на восточном побережье. Вулканологическая обсерватория предупреждает. Вулкан может проснуться повторно. Поэтому рекомендуют жителям быть предельно осторожными. 96-летнему мужу королевы Елизаветы II, принцу Филиппу, сделали операцию на тазобедренном суставе. Накануне его госпитализировали в больницу Эдуарда VII в Лондоне. Эта клиника обслуживает всю королевскую семью. Операция прошла без осложнений, но принцу потребуется несколько недель на восстановление. Создать роботов-скалолазов ученых вдохновили насекомые. Они изучили поведение живых тараканов, их строение и технику передвижения. А затем использовали опыт при создании роботов. Устройство с мягким экзоскелетом и шестью ногами весит 16 граммов. Благодаря малому весу и упругому скелету он может без труда передвигаться по вертикали. А помогает в этом голова, которую роботы используют как автомобильный бампер. То есть робот принимает вертикальное положение с помощью удара. Вспомнили молодость. Группа «Металлика» на концерте в Праге сыграла популярную композицию прошлого века Ёжинс Бажин чешского музыканта Ивана Младека. Басист Роберт Трухилио и гитарист Кирк Хэммет начали наигрывать мелодию, и зал восторженно подхватил ее. Песня вышла в 1977 году и стала популярной среди молодежи благодаря необычному звучанию и забавному клипу. Это все новости к этому часу за развитием событий. Следите на нашем сайте подробности.ua, а в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин